Привет, парни! Вы только что отыграли парочку концертов здесь, в Беларуси и в России. Каковы ваши ощущения? Ты знаешь, мы были очень приятно удивлены, потому что все было очень хорошо организовано. Мы ожидали чего-то намного худшего, но все было очень хорошо. Отличная еда, звук на сцене всегда был хорош. Что ж, это было потрясающе. И мы впечатлены этими событиями как в России, так и в Беларуси. Вы впечатлены? Впечатлены, да. На самом деле это было очень круто, потому что в сравнении с гигами в Финляндии, здесь толпа просто сходит с ума, понимаешь? Это сумасшествие. В Финляндии люди, они либо сидят, либо стоят, ручь в карманы и все дела. Да, вот так. Окей, итак, следующий вопрос вытекает из того, о чем мы только что говорили. Что для вас идеальная публика, которую вы бы хотели видеть? Ну что я могу сказать? Ты знаешь, мы ничего не знали о Минске. Мы так же ничего не знали о Беларуси до приезда сюда. Но когда мы приехали сюда, увидели эту публику. Это потрясающие люди. Они прыгали, они отрывались. И, о боже, это и вправду происходит? Как так получилось, что у вас так много ненависти, которую вы хотите выплеснуть? В музыке, которую играете? Я имею в виду, как-то случилось. Почему вы так недовольны своей жизнью? Кто-нибудь другой хочет ответить? Ненависть. Ненависть – это сила, которая движет людей вперед. Понимаешь, без ненависти нет настоящего самовыражения. И если копнуть глубже, все движется ненавистью. Ненавистью, гневом, разочарованием. Это причины меняться. Все от сердца. Оно все происходит от ненависти. И мы выражаем ненависть полностью. Ненависть против. Всего? Против чего? Против всего. Против чего конкретно? Всего. Ненависть против практически всего. Ты знаешь, Финляндия – это очень удачное место проживания. Финляндия хороша по большому счету. То есть это вы признаете? Да, мы признаем. Но мы все из бедных семей. И мы должны это выплюнуть, выплеснуть, чтобы наши монстры не убивали нас изнутри. Мы испытали так много ненависти от наших семей. Правда? От ваших семей? Да. И это именно то, что так сильно повлияло на тебя? На нас всех. В Финляндии у нас христианское правительство и все такое. Ну, это пиздец. То, что церковь и правительство заодно. Ну, правда, что за херня? Так не должно быть. И мы против этого церкви, христианства, религии. Религии в целом, как христианство, иудейство, мусульманство. Просто нет. И правительство в Финляндии так придерживается церкви, что не имеет никакого смысла. И мы, как граждане в Финляндии, должны платить налоги для церкви. И вот это пиздец. Мы все побывали в всех больницах. Из-за чего? Из-за ненависти, которая сидит в нас. Из-за преступлений. Преступлений? Какого рода преступлений? Я даже не буду, не хочу говорить об этом. Нет, нет, если вы хотите, конечно, я должен спросить. Но если вы не хотите отвечать, давайте не будем вдаваться в детали. Каждый из нас побывал в психбольнице. Наш басист, который сейчас в Финляндии, потому что не смог сюда приехать. Он не пал в психбольницу, но почти, почти попал. Один из наших бывших участников сидел в тюрьме. Поэтому вся наша группа, это просто чертова ненависть против всего. А вы не думаете, это может измениться? Ваши отношения к жизни, к обществу? Нет. Вы не думаете, это когда-нибудь как-то изменится? Нет, мы никогда не станем зрелыми. Нет? Даже когда вам стукнет по 40? Никогда. Окей, так, это именно то, что вы на самом деле выражаете в своих текстах, в своей музыке, когда выступаете? Это в наших текстах, потому что каждый из нас, мы все сатанисты. Мы много читали о сатанизме и поклонении. Во-первых, сама музыка, она настолько злая, потому что мы пытаемся вложить всю нашу ненависть и гнев в нашу музыку. Потому что мы не хотим стать теми чуваками, которые дерутся на улицах. Поэтому я выплескиваю всю ненависть в музыке. Все эти вещи, и что мы делаем, вся та музыка, которую мы создаем, все это настоящее, не показное. Все это истинное отражение нашего восприятия этого мира. Мы выступаем, потому что мы хотим выразить истинность сатанизма и показать настоящий black metal. Мы не делаем шоу, как в каком-нибудь театре или типа того. Мы делаем это, потому что это то, кто мы есть. И кто вы есть? Мы не выступаем, чтобы развлечь кого-то. Никого. Группа, с которой вы мечтали выступить на одной сцене. Мы сами. То есть нет никого, кто вас чему-то научил, у кого вы учились. Группа Mutilation из Франции. Что вас вовлекло в black metal? Именно black. Как вы начали его слушать? Как вы узнали о нем? То есть я понимаю, что Финляндия это очень метал-ориентированная страна. Но между тем, как это случилось? Это случилось, когда мне было 10 лет. Когда нам преподавали религию в начальной школе, то говорили о black metal, что это дьявольская музыка, и мы не должны ее слушать. И, конечно, я такой, боже, послушай меня, и все такое. Скажи что-нибудь напоследок. Я чертовски люблю Минск. С теперешнего дня, для всех нас, это чертовски крутое место. Если сравнивать с концертами, которые мы играли в Финляндии, то здесь это просто сумасшествие. В Финляндии это, типа, 10 человек в зале. А здесь их сотни. Или даже больше. Даже больше. Они реальные фанаты. Они с нами, и все такое. Это просто что-то, чего я никогда не испытывал в Финляндии. Нет, у нас было такое. Мы испытывали такое, но ты был где-то еще, потому что он наш новый музыкант. Поэтому Минск для нас просто идеален. Спасибо, это было круто. Я желаю вам удачи. Мне не нужен микрофон для этого. Итак, желаю вам удачи. Это было действительно отличное выступление. Я надеюсь, что вы снова приедете и сыграете здесь снова. Конечно, мы постараемся. Приедете к нашим метал-фанам, чтобы помочь им выразить свою ненависть. И если кто-нибудь позовет меня, позовет нас, конечно же мы приедем. Субтитры сделал DimaTorzok